Наука является одной из главных движущих сил истории. Важное место среди самых молодых и перспективных направлений современного научного знания занимает генетика, уже снискавшая множество способов практического применения. Сегодня даже дети знают, что на месте преступления в первую очередь ищут впечатки пальцев, образцы крови, слюны, волос и других биоматериалов. Но столь привычный всем нам ДНК-тест появился совсем недавно. И метод этот моложе доброй половины моих зрителей. 2 августа 1986 года неподалеку от деревни Нарборг в английском графстве Лестершир в кустах терновника было обнаружено тело 15-летней школьницы. Даун Эшварс, так звали девушку, была изнасилована и убита. Тремя годами ранее, менее чем в миле от этого места, уже произошел подобный случай. Жертве, Линде Манн, также было 15 лет, и она также была изнасилована и убита. Многие детали указывали на то, что оба убийства совершил один и тот же человек. Спустя неделю после убийства Эшварс, полиция арестовала молодого грузчика из местного госпиталя, 17-летнего Ричарда Бакланда, проблемного подростка, страдающего умственной отсталостью. В полицейской работе многое указывало именно на него. Плюс ко всему, Бакланд сам признался в убийстве Эшварс, но он наотрез отказался брать на себя убийство Манн. Это уже смутило полицейских. К тому же, если бы это сделал он, то на момент первого убийства ему исполнилось всего 14 лет. Требовался более надежный способ установить истину. О новом методе ученого Алика Джеффриса, ТНК дактилоскопии, полицейские узнали из газет. Джеффрис работал в Эстершире, всего в 10 милях от Нарборга. Полицейские обратились к нему с просьбой помочь установить убийцу Линды Манн. Он согласился попробовать. Полицейские предоставили ученым образцы семени с обоих мест преступления, а также образец крови Бакланда. Через неделю работа была завершена. Действительно, два образца семени были идентичными, но они не совпадали с образцом крови. ДНК из крови Бакланда содержало совершенно иные последовательности мини-сателлитов. А это означало, что Бакланд никак не мог быть убийцей. Полиция Лестершира была почти уверена, что преступление совершил именно Бакланд и считала, что Джеффрис допустил в своих методах какую-то ошибку. Было решено повторить тест. Независимую экспертизу провели в лаборатории Министерства внутренних дел Великобритании. Результаты совпали. Полиция ничего не оставалась, как закрыть дело в отношении Ричарда Бакланда. Впервые в истории криминалистики невиновность человека была доказана по его геному. Служители закона сдаваться не собирались. Через пять месяцев после убийства Эшвардс полиция взяла анализы у 5,5 тысяч жителей Нарборга и окрестных селений для проведения генетического тестирования. Нетрудно представить их разочарование, когда ни один из образцов не совпал с образцами ДНК с мест преступлений. Это был настоящий шок. Неужели один подонок заставит полицейских, проделавших такую колоссальную работу, расписаться в собственном бессилии? Но, как известно, удача поощряет упорство. И полицейским повезло. В августе 1987 года в одном из пабов города Лестер постоянный посетитель, работник местной пикарни Ян Келли, рассказывал собутыльникам, что за 200 фунтов согласился сдать анализ за коллегу, кондитера Колина Питчфорка. Парень хвастался, как умело он заменил паспортную фотографию, научился подделывать подпись Питчфорка, а заодно заучил историю его семьи, что требовалось для генетической экспертизы. Одна из женщин, ставшая свидетельницей этой истории, обратилась в полицию. И 19 сентября 26-летний Колин Питчфорк был арестован в селе Литтлхорп. ДНК теста заплечил его как убийцу, и он был приговорен к пожизненному заключению. По состоянию на сегодняшний день, Питчфорк благополучно отбывает свое наказание и не забывает поддавать прошение о досрочном освобождении. Как мы видим из примера Питчфорка и Бакланда, генетическая экспертиза позволяет не только установить виновного, но и пресечь в случае самооговора, когда в тюрьму отправляется невиновный человек, а опасный преступник остается разгуливать на свободе. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!